Ну что же, всем здравствуйте и добро пожаловать снова на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и я продолжаю цикл лекций по неврозам, мегаполиса, вегетососудистой дистонии, паническим атакам. В общем, всё то, что вы слушали уже 5 лет. Ролик, опять же, больше для новичков и для моих зрителей. Значит, хочу этот ролик скомпоновать, потому что не имея возможности снимать, опять же, большое количество видеолекций, постараюсь в этой лекции сегодня, 16 февраля, осветить основные вопросы, которые хочу с вами поделиться и осветить вопросы терапии неврозов, вопросы для начинающих и что делать, как быть. Ну и, собственно говоря, о некоторых новинках, которыми я не могу с вами не поделиться, чтобы вы не теряли время, поскольку время это ваш главный ресурс, чтобы вы прогрессировали и не стояли на месте. Итак, начнём мы с информации для тех, кто только столкнулся с этой проблемой. Прежде всего, посмотрите ролики канала ниже. Их более 100. Огромное количество материала, которое поможет вам навести некоторый порядок в голове. Данный канал был первый в России блог по этому поводу. Он был основан в 2010 году. Вот, соответственно, в конце 2010 года, соответственно, можете пролистать назад, посмотреть, как выглядели первые ролики этого канала. В общем, весело. Представляться не буду. Найдёте всё на моём сайте без невроза. Ти в разделе «Обо мне». Значит, я расскажу о том, что такое невроза и внутренний конфликт, прежде всего. Да, это тема сегодняшняя. И о том, что же это такое. Надо его искать или не надо вообще. Откуда это и что с этим делать. Ну и сначала хочу обратиться к своим зрителям. Значит, 19-го, 20-го, 21-го февраля, в субботу, воскресенье, состоится мой семинар двухдневный в Москве. Милости просим всех жителей Москвы и Подмосковья, кто хочет со мной лично поконтактировать эти два дня и позаниматься в малой группе. Два дня с утра до вечера мы будем работать. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь. Места ещё есть. Приходите от симптоматики до самой практики когнитинной терапии. К тому же, все, кто придёт на семинар, в подарок мой видеокурс. Потому что я должен раздать вам раздаточный материал. Но поскольку у меня его нету, он у меня есть в видеоформате. Это тот видеокурс, который раньше был на DVD с печатными методичками. Сейчас я его перевёл в электронный вид вместе с методичками. И вам он достанется в подарок. Сэкономите 5000 рублей. Значит, далее из новостей. Обратите внимание, что на сайте безневроза.тв появилась возможность, во-первых, покупать прошедшие вебинары каждый по своей теме. Раньше такой возможности не было. Также обратите внимание, что теперь можно купить весь архив из DVD, из видеокурса, методичек и всех вебинаров. В том числе самооценка, стрессоустойчивость, которая является на сегодня самыми популярными, самыми востребованными. Соответственно, теперь можно с большой скидкой купить всё это вместе. Также обратите внимание на услугу WhatsApp. Это аудиоуслуга. Любой желающий, занимаетесь вы по курсу или самостоятельно, или вы просто хотите задать мне свои наболевшие вопросы и получить рекомендации, упражнения и так далее. Вы можете в WhatsApp записать мне сообщение. Соответственно, отправив мне его на мой телефон, я вам его лично в аудиоформате отвечу. Это стоит недорого. Пожалуйста, если вы хотите что-то уточнить по работе с таблицами, по работе с мышлениями или по работе с симптоматикой, пожалуйста, милости просим. Итак, материалы для самостоятельной работы. Изучите сайт Безневроза ТВ, он вполне сейчас насыщен всевозможными информацией и так далее. Но, безусловно, не пропустите лекции канала Невроза Мегаполиса, в которых собрано огромное количество лекций бесплатного материала. Также подпишитесь на этот канал, чтобы получать все новые информации. Можете подписаться в ВКонтакте на мою страничку. Тоже будете получать все новинки, все новости очень-очень быстро, чтобы ничего не пропустить. В марте будет семинар в Казани. Уже места бронируются. Я думаю, что в Казани будет ограниченное количество мест, поэтому вы можете уже бронировать место в Казани. Для тех, кто интересуется финансовой стороной вопроса, я всегда делаю семинары двухдневные, на которых выкладываюсь по полной программе, доступными для населения. Они стоят 6000 рублей за два дня. 3000 рублей с утра до вечера. Как вам кажется, что это за стоимость такая? Соответственно, это моя такая миссия, что ли, да? Поэтому приходите на двудневный семинар. Будем полностью плотно работать. Еще и в подарок получите видеокурс. В общем, подарки да и только. Так что Москва в эти выходные 20-21, Казань 19-20, затем смотрите за новостями и подписывайтесь на канал. Ну а те, кто не смогут попасть на семинар пока что и работать со мной лично, хотя такие возможности тоже есть по скайпу и очно в Москве, то, пожалуйста, обратите внимание на материал для самостоятельной работы. Не теряйте времени. С чего мы сегодня начнем? Начнем мы с того, что многое из того, что я буду говорить, я говорил уже чуть-чуть ранее, но я хочу, чтобы вы поняли такую важную основу, что ли, невротических расстройств и одну из ошибок, которые делаете как начинающие, так и порой продвинутые люди, которые работают уже над собой. Итак, смотрите, что происходит. Вы обращаетесь к вашему терапевту с определенной реакцией, которую условно можно разделить на телесную реакцию, на эмоциональную реакцию и на реакцию поведения. Телесная реакция – это то самое ВСД, это вегетативная дисфункция, тахикардия, всякие возможные кишечники, нехватки воздуха, ну вы все это знаете. Это вся ваша вегетатика, все ваше самочувствие именно телесное, соматическое. Эмоциональная сфера – это та самая тревога, это то самое чувство эмоционального дискомфорта, это гнев, это срывы и прочие панические состояния и тревожные состояния. Поведение – это какие-то драки, ссоры, крики, изоляция, избегание, депрессия. Вот это все условно можно назвать определенной симптоматикой, потому что вы, собственно говоря, с ней-то ко мне и приходите, да? Вот мы это вот так вот сейчас обозначим. Итак, вот у вас появилась вот эта штука. И вам кажется, что вы жили обычной жизнью и ничего не предвещало, как говорится, беды. Но откуда ни возьмись, появилась ТЭП. Появились тело, эмоции и странное избегающее поведение в виде агорофобии или какое-то там избегающее поведение учебы, работы, ссоры, скандалы и так далее. Вот с этим вы пришли. Здесь вы обследовались, обследовались, ничего вас не нашли. Поставили в ОСД, который состоит из вот этих вот странных клинических феноменов. Итак, что вы дальше начинаете делать? Дальше вы начинаете к этому вот преломлять определенного рода проблемы. То есть вы начинаете об этом, на это как-то смотреть. Нарисую такой глазик. Вы начинаете вот на это смотреть и пытаетесь это изучать. Поскольку у вас не получается решить проблему в вегетатике, меняются симптомы, то это, то это, навязчивые мысли, то это, вдруг тут рак, а вдруг тут надо обследовало, а тут это. Вы начинаете здесь усиливать ваше беспокойство. Напишем это вот таким образом. Вы усиливаете беспокойство о том, что, во-первых, первое это появилось, вы ничего не можете с этим сделать, и вы здесь начинаете крутиться. И крутитесь, и крутитесь, и крутитесь, и крутитесь, считая, что нужно лечить вот эту проблему. На самом деле, основная история, которая никому не приходит в голову, это откуда появилась вот эта реакция, которая вызвала тело, эмоции и такое состояние. Выясняю. Эта штука появилась потому, что есть определенное напряжение. Напряжение, которое привело вас к реакции. И это напряжение, на самом деле, не всегда вы ощущали, потому что вы и можете ощущать только тело. Вот сначала возникло напряжение. Проблема в том, что вы вот это вот не очень осознаете. То есть, у вас изначально вот появилось вот так, откуда не возьмись. Но на самом деле есть напряжение. Вопрос, откуда возникло вдруг напряжение в этой точке времени, которое так себя потом проявило. А здесь ответ очень простой, на который вы никто никогда не знали ответ. Потому что вспоминайте тот период, когда у вас все началось. У вас были определенные обстоятельства. Например, семья, родители, работа, деньги, карьера, цели. Успех и так далее. Вот все эти обстоятельства в определенный момент сыграли очень важную роль. Пускай не все, какие-то из них или в совокупности, или одна. Но проблема в том, что в этих обстоятельствах и произошла определенная проблема. Вы на эти обстоятельства смотрели, опять же, здесь нарисую гладик. Очень иррационально. Создавая определенное отношение ко всем этим обстоятельствам. Вот именно неправильное отношение к определенным обстоятельствам, а в тот период у вас в этих сферах что-то начало идти не так, что-то пошло не по плану, что-то стало не получаться. Именно вот это отношение и привело вас впоследствии к напряжению. Например, вот так нарисуем. То есть, нарушена система отношений в этих сферах, потому что вы слишком предвзяты, слишком эмоциональны вот здесь. Что-то здесь пошло не так. Это привело вас к напряжению, которое так или иначе должно было выйти. То есть, если здесь формируется тревога по какому-то вопросу, например, не можете предотвращения с мужем, с работой, или злость на мужа, злость на начальника и прочие искаженные эмоциональные отношения, эта тревога будет проявляться вот сюда. Проблема заключается в неврозах как раз в том, в отличие от соматических болезней, что вот эта проблема изначально клиентам абсолютно не читается. И вы абсолютно не понимаете, откуда вдруг началась вот эта вся борьба. Да. Панические атаки, ты спрашиваешь, как они тут появляются. А очень просто. Когда у тебя откуда ни возьмись появилась тахикардия легком в горле, у тебя вот здесь вот создался такой маленький-маленький вопросик. Что со мной? А не умираю ли я? И ты испугался этого, и получилась паническая атака. И ты еще больше себя завел в тупик, потому что ты начал считать, что тебе надо лечиться от панической атаки, у тебя что-то с телом, а потом ты стал что-то избегать. И вот здесь вот-вот ты начинаешь замыкаться. Хуже всего, когда тебе говорят, что это и есть твой невроз, что это и есть твоя проблема, что вот я тебе избавлю от панических атак, и у тебя будет счастливая жизнь без вегетатики и без этого. Проблема в том, что вы уже сейчас даже на этой примитивной схеме можете увидеть, что у вас телесное вегетососудистое проявление и испуг возник не просто так. А он у вас возник ввиду нарушенных отношений вот здесь. А эти нарушенные отношения вот здесь не просто так появились. Они на самом деле у вас уже были, просто вы об этом никогда не понимали. Поэтому, если у вас возникли панические атаки, вегетатика, тревога и странное поведение, или навязчивые мысли, вот это вот трогать по большому счёту, я бы сказал, даже опасно. Потому что если я уберу у вас вот это, вы скажете спасибо, Алексей Юрьевич, спасибо большое, вы меня исцелили, только вы... Многие даже благодаря роликам это поняли. Но проблема в том, что если вам я пообещаю какую-нибудь счастливую жизнь без вот этой хрени, вы мне поверите, мы с вами поработаем над паникой, над агорофобией, это несложно, это до месяца занимает. Вы, перестав испытывать вот это, сначала обрадуетесь, скажете, ну, наконец-то, я избавился. Проблема в том, что вы через какое-то время опять нырнёте вот в эти обстоятельства. А вот тут ничего не поменялось. Абсолютно. И у вас опять возникнет какое-то телесное и эмоциональное состояние. У вас уже не будет этой паники. Но у вас оно опять вернётся, потому что вот здесь ничто не менялось. Поэтому ещё раз, и ещё раз объясняю, что психотерапия подразумевает обучение здесь и самый главный акцент на работе вот здесь, над отношениями к этим сферам. и к реальности в этих сферах. И пока мы здесь, в вашем мышлении, в вашем понимании, в ваших сверхценных идеях, не достигнем изменений, каждый раз какие-то ситуации в этих самых сферах всё равно будут вызывать напряжение, которое так или иначе будет конверсироваться в это вот состояние. Это понятно? Круто. Спрашивали, что такое депрессия? Говорит, Лёша, Лёша, вы так много снимаете роликов про неврозы, давайте про депрессию. Во-первых, я член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Это Иван Петрович Павлов, это моя членская карта. И у нас есть научно обоснованные, никому не придуманные. Кстати, пожалуйста, опасайтесь деятелей в интернете, которые что-то сами придумывают. Вот я вам рекомендую всё-таки заниматься научно обоснованной, проверенной практикой, которая называется когнитивно-поведенческой психотерапией. Потому что она для неврозов и для депрессий очень хорошо проверена научно. Когда человек начинает высказывать какие-то свои гипотезы о том, что первичное мышление, точнее, первичные эмоции, потом мышление, считать, делать из себя какого-нибудь Альберта Эйнштейна. Ну, во-первых, наверное, это, скорее всего, будет говорить о какой-то невротической задаче что-то кому-то доказать. И тут надо поработать с личной терапией. Во-вторых, я вам рекомендую, что, понимаете, каждый из вас может вывести любую гипотезу и посчитать это правильно. Но насколько это безопасно, насколько это вам поможет, это большой вопрос. Поэтому старайтесь использовать... Это то же самое, что пить лекарство, которое никогда ни на ком не проверялось. А если и проверялось, то на каком-нибудь одном-двум человеком, которым вот почему-то, каким-то образом оно не вызвало смертельных эффектов. И то не факт, что в кратчайшие сроки. Может быть, надо изучить действие препаратов впоследствии. Соответственно, опасайтесь интернет-гуру, которые что-то сами придумали и которые что-то сами изобрели в каком-то гипотезе. Старайтесь отдавать предпочтение все-таки людям, которые состоят в научных сообществах, которые могут вам открыто показать свои дипломы, сертификаты, которые состоят в членстве уважаемых коллег. Тогда вы хотя бы минимизируете риск вот этих вот самопридуманных гипотез с целью самоутвердиться, прежде всего. Так вот, продолжим. Про депрессию. Расскажу коротко о том, что такое депрессия, чем она отличается от невротических расстройств. Я уже, по-моему, об этом говорил, но, видимо, плохо смотрят, или я плохо объясняю. Прежде всего, депрессия от тревожно-фобических расстройств отличается стилем мышления. Депрессивным клиентам свойственно видеть в реальных обстоятельствах трансляцию в будущее, как безвыходное, никогда не изменяющееся, априори уже решенное. Депрессивным пациентам свойственно считать себя обреченным, никаким, никогда ничего не получится. Свойственно очень сильная заниженная самооценка со словами, что бы я ни делал, все это полное дерьмо, я само дерьмо, и ничего никогда не изменится. Запомните, ваш мозг будет реагировать ровно так, как вы интерпретируете. И если вы в будущем видите негативный, как вам кажется, прогноз, ваш мозг не видит возможности радоваться сегодняшним благам. То есть, поэтому депрессивные пациенты и описывают, что сегодня они перестали радоваться жизни, краски потускнели. Естественно, потускнели, потому что как твой мозг может радоваться краскам сегодняшней жизни, когда у тебя в будущее проекция негативная, бесперспективная, где вы не знаете, как оно все будет и все ужасно, и где все уже решено, и ничего не изменится, и этот муж будет всю жизнь, и у вас никогда ничего не получится. Вот запомните, вы не можете радоваться сегодня, если вы в будущем видите тупик, обреченность и катастрофу. Терапия депрессии прежде всего сводится к более рациональному взгляду на сегодняшние реалии с целью самомотивации и определенного движения к цели с помощью планирования и с помощью рационального планирования. И с помощью не такого драматичного и однобокого трактовки сегодняшних возможностей на будущее. Методическая особенность отличия терапии заключается в том, что депрессивных клиентов надо больше мотивировать в плане тренинга, в плане коучинга, фактически натаскивая их на тайм-менеджмент, на планирование, на такой коучинг, да, именно на то, что они должны начать двигаться. Потому что мы понимаем в нашем методе депрессию, что ты сам себя депрессируешь тем, как ты смотришь на реальность и на будущее. И пока ты сам не перестанешь себя депрессировать, ничего не изменится. Ты сначала начинаешь себя депрессировать, перестаешь мыться, эпилироваться, ходить там в спортзал, заниматься сексом. Все это ты делаешь сам. Благодаря негативу. Ты говоришь, зачем я пойду в спортзал, когда в будущем все херово? Зачем я пойду туда, когда в будущем все так? Зачем я пойду, если все вот так? И вот начинаешь обрастать вот этим вот не пойду, не хочу, не помоюсь, все ужасно. И вот это обрастание негативного взгляда плюс бездействия сегодня приводит тебя к реальным результатам, закономерно. Ты теряешь работу, от тебя все отворачиваются, потому что так себя ведешь. И вот депрессии сложнее в терапии, потому что эмоционально выливая сфера депрессивных клиентов оставляет порой желать лучшего. Они все страдают, но взять руки в ноги им тяжело. Поэтому нам приходится сложно с депрессивными клиентами, но возможно, так скажем, 50 на 50. С тревожно-фобическими пациентами гораздо проще работать. Там, как правило, мотивации достаточно бывает много, особенно с этой невростейники. Вот я недавно снимал видео по поводу бизнес-молодости, по поводу предпринимателей. Там порой очень много такого невротического драйва, что я должна херачить, я должна быть правильной, я должна, я должна, я должна, но у меня вот не получается как-то. Вот здесь гораздо проще ситуацию изменить. А вот с депрессией, когда вы убеждены, что мы все погибли, выполняя приказ, что радоваться сегодня. И вот тут фактически сбитые приходится стоять, Зина, давай, ноги в руки, туда-сюда, давай планировать, что ты сегодня сделала, что ты сегодня сделала. Приходится составлять эмоционально-мотивационные таблицы по принципу молодец, там 7 недель, там интересная технология. Вот, поэтому вот так это выглядит. Что еще? Какие еще были вопросы? Так, по поводу семянных вебинаров по спортивным тренировкам и подготовке. Был у меня 13 февраля вебинар трехчасовой по поводу питания, по поводу спортзала в условиях невроза и как правильно планировать питание, нутриенты и нагрузку. Значит, этот вебинар есть в записи, на сайте тут, по-моему, все ясно. Что еще хочется вам сказать? Ошибка. Одна из ошибок, которые, практически, я вижу. Слишком много вы акцентируетесь на ваших вот этих вот симптомах, пытаясь все-таки здесь сомневаться и так далее. Поверьте, я провел недавно собственное исследование. Я взял последние 100 пациентов за 15-й год и я увидел, что каждый из них достиг разных результатов. Для меня средним, слабо средним результатом в терапии, в моей работе с пациентами является отсутствие панических атак, не такое яркое вегетативное напряжение и некоторое понимание вот этих вот концепций. Да, он не жалуется, да, все в порядке, иногда где-то есть напряжение, но он с ним справляется. Вот этот результат, он достаточно средненький. Он классический, но средний. Но есть клиенты, у которых не только вот этого нету, но и вот здесь многое поменялось. И они действительно достигли выдающихся порой результатов в бизнесе, в деньгах, в семье и так далее, в карьере. Я решил задуматься, а в чем собственно разница? Может это зависит от моего настроения, может быть от моей подачи, может быть от моего какого-то заряда, я не знаю, или от каких-то возможностей. Я стал изучать, я стал изучать результаты, я стал изучать процесс терапии, у меня память в этом плане хорошая, я не помню, что я вчера с утра хотел сделать, но я помню человек, который у меня три года назад занимался. Вот. И вы знаете, мне получилось вывести закономерность. И я хочу вам сказать, наверное, главную закономерность терапии, ее результативности. Мы сейчас не берем детский сад под названием панические атаки ВСД, потому что пусть детский сад этим занимается, соответственно, мы занимаемся серьезными вопросами. Так вот, закономерность очень простая, ну, относительно простая. Чем больше человек шел в изменения, то есть, давайте сформулирую по-другому, наиболее лучших результатов терапии до и после достигли те клиенты, которые изменили по факту очень многое во многих сферах своей жизни. Поменяли работу, приняли решение, приняли решение в семейных отношениях, поменяли, то есть, большее количество изменений прямо пропорционально результату их терапии. Люди, которые мало чего поменяли ручками и ножками, а только лишь научились рационально даже относиться ко многим этим вещам, хорошие изменения, но не настолько докрученные. Вот наибольших результатов добиваются люди, которые именно изменили некоторые не только отношения, но и некоторые действия. То есть, эффективность моей работы, она напрямую связана с такой тренинговой, коучинговой мотивацией человека не просто с паническими атаками справиться, а докрутить свою жизнь до результата в бизнесе, в деньгах, в личной сфере и так далее. И вот когда вот здесь получается докрутить, вот тогда у него все заканчивается. Внимание, вопрос, что тут докручивать? Почему вдруг в этих сферах начались проблемы? А потому что вот здесь есть детство, есть мама и папа. Ну, предположим, какая-то система отношений. Мама, папа, я. и вы как-то взаимодействовали в этой системе отношений. Из этой системы отношений вы выявили определенную стратегию. И вот эта стратегия вот здесь вот как раз начинает нереализовываться. Поэтому моя глубинная задача не про фонические атаки вам рассказывать, а понять, почему в определенный период жизненных обстоятельств в этих сферах какая-то детская перенесенная отсюда история, какая-то стратегия начала здесь явно не реализовываться. И пока мы вот это вот не начнем осознавать и влиять на это, вы будете наступать на одни и те же грабли. Выбирать одних и тех же мужчин, одних и тех же женщин, получать один и тот же результат на работе, бездумно тратить деньги, как-то странно себя вести и результат будет плачевный. Напряжение, безденежье, полная задница. Поэтому панические атаки, вегетатика, осознание, рациональное мышление, изменения и генеральное изменение стратегии на более рациональную гибкую, вот эта схема, по большому счету, и есть система моей работы. Работы здесь много. Если вам кто-то пообещает исцеление, избавление от невроза за месяц, за неделю, про панические атаки вам могут рассказать за час. Посмотрите ролики канала Невроза Мегаполиса. Сказать, что надо иметь мировоззрение. Блядь, а как его менять? Тут целая технология. Как ты смотришь? Через какие искажения? Какие обстоятельства? И уж только потом. А как мама и папа? Потому что вот здесь когнитивной терапии мама и папа отношений не имеют. Тут только лишь убеждения работают. Тут Элис нам говорит о том, что мама и папа ни при чем. Важно, что ты сегодня определенным образом думаешь сегодня по поводу этого, что вызываешь напряжение. Но каким образом твоя генеральная стратегия думы сформировалась, это напрямую связано именно с детским периодом. И именно осознав эту иррациональную стратегию, ты сможешь осознать, как поменять это. Примерно понятно? Радует. Что еще значит спрашивают? Про семинары в Москве рассказал, приходите, про это все будем как раз разбирать. Материалы для самостоятельной работы, пожалуйста, на сайте, там тоже все это есть, можно начинать работать, не тяните. На сайте есть услуга живой сайт, она абсолютно бесплатно, там такая сносочка, задай вопрос Алексею. Вы можете задать этот вопрос, я вам даю 100% и получите на него ответ. Только не пишите, пожалуйста, просто не по поводу ваших жалоб, сформулируйте коротко, и вам сформулируют также нормальный емко ответ. Хорошо? Вот, что еще по поводу ипохондрии, я говорил об этом в прошлом ролике, сейчас повторяться не буду. Наверное, все. Спасибо вам большое, жду вас в Москве в эти выходные, в Казани в марте. Пишите, если, кстати говоря, вот, наверное, это последнее, если вы хотите, чтобы я приехал в ваш город и два дня вас докрутил от панических атак до вот этой истории, чтобы сформулировать, а здесь у нас время потребуется примерно следующее, то есть, чтобы мы с вами с этой вот проблемой справились, вопрос, наверное, сейчас у кого-то звучит, сколько по времени это займет. Значит, смотрите, если мы говорим о панических атаках, то это занимает до месяца и агорофобия. Если мы говорим оба, вот, если мы говорим о панических атаках вегетатики, то до месяца. Если мы говорим о более глубокой работе в когнитивной концепции плюс еще стратегии, то если это невротического характера, то это где-то полгода. Вот примерно, но полгода не будете испытывать острых симптомов. Мы где-то за месяц, за полтора, за два, вот здесь-то острое уберем, это точно. А вот работать над собой нужно будет самостоятельно долго. Еще два момента. Значит, я тут мне прислали по поводу подсаживания пациентов на психотерапию. Значит, объясняем, что да, действительно, на психотерапию можно подсесть. И некоторые коллеги волей-неволей, хотя-не-хотя, так делают. Объясню, почему. Проблема подсаживания пациента на психотерапию сформируется очень простым образом. Есть методы или воздействия на пациента, где клиент вот с этим напряжением, которое здесь образуется, он его с, как сказать, он приходит к психологу. Психолог не делает ничего, кроме того, как канализирует вот это напряжение. У вас напряжение поднялось, вы пришли к психологу, высказались, порисовали, покричали, подушку побили, покусали, поорали, потанцевали, что-то позанимались, напряжение спало. И вы запомнили, что вам стало легче, когда вы что-то там у него сделали. И у вас сложилась парадигма, что вам помогает. помогает. Когда вы там поорали, покусали, поплакали, но проблема в том, что проходит какое-то время, и это опять все работает по старым рельсам, потому что вот это вот ничего не менялось, у вас опять поднялось напряжение, вы опять пришли, опять поорали, поплакали, высказались, опять слили, и вот так вы и подсаживаетесь. Ваш покорный слуга и наш метод в корне не такой, мы ничего не выплескиваем, мы учимся помогать себе сами, поэтому наш метод и то, чем я занимаюсь, это научение клиентов работать самостоятельно со своим мышлением, со своими мужьями, женами, деньгами, менеджерами, бизнесами, осознанием того, как я все это делаю, почему, бла-бла-бла, и моя задача четко сформулировать вам инструменты, все моменты, и пустить вас в самостоятельное плавание, потому что вы должны сами для себя многое решить, как вам поступать и так далее, но здесь нужно это делать с умом, с технологией, с рациональностью, вот это понятно, вот, наверное, все, что я хотел вам сказать, спасибо вам огромное за то, что посмотрели этот ролик, подписывайтесь на канал, подписывайтесь вконтакте, если хотите быть в курсе всех новостей, канал Невроза Мегаполиса, сайт БезНевроза ТВ, материалы для самостоятельной работы, не забудьте про аудио сообщения в WhatsApp, не забудьте про живой сайт на сайте БезНевроза ТВ, задавайте вопросы, смотрите видеоролики, не теряйте времени, занимайтесь, все это поправимо, вы можете, кстати говоря, воспользоваться видеоматериалом для самостоятельной работы и уточнять вопросы в WhatsApp, пожалуйста, никто не запрещает, спасибо вам, увидимся, до встречи, пока.